Здравствуйте, уважаемые студенты! Я Закирова Нодыра Исламовна, профессор кафедры акушерства гинекологии лечебного факультета Самаркандского медицинского института. Тема нашей сегодняшней лекции – ранние токсикозы и гипертензивные состояния во время беременности. Сегодня мы вам расскажем о токсикозах и гистозе, остановимся на раннем токсикозе беременных, рассмотрим диагностику, клинику, лечение токсикозов, а также более подробно разберем гипертензивные состояния при беременности, при экламсию и экламсию, остановимся на классификации, диагностике, клинике, лечении и осложнения для матери и плода. Итак, к токсикозам и гистозам беременных относятся патологические состояния, которые проявляются только во время беременности и исчезают после ее окончания или в раннем послеродовом периоде. Различают ранние токсикозы и гистозы беременных или сейчас их называют гипертензивные состояния во время беременности. Ранние токсикозы проявляются чаще в ранние сроки беременности, особенно в первые три месяца беременности. Надо отметить, что они встречаются у 70-80% беременных, но в госпитализации нуждаются лишь только 15% женщин. Ранние токсикозы бывают частые встречающиеся и редко встречающиеся формы. Часто встречающимся формам относятся рвота беременных, слюнотечения к редко встречающимся, дерматозы, экзема беременных, титания и хорея беременных, остеомаляция и артропатия беременных, острая и желтая атрофия печени, бронхиальная астма беременных и невро и психопатия беременных. Мы сегодня с вами поговорим о рвоте беременных. Надо отметить, что к предрасполагающим факторам относятся хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, хронические заболевания печени, астенический синдром может способствовать развитию токсикозов, вместе с тем патологические процессы в половых органах, перенесенные воспалительные заболевания, интоксикации, а также гормональные нарушения, также могут способствовать развитию ранних токсикозов. Патогенез рвота беременных заключается в том, что происходит нарушение нейроэндокринной регуляции всех видов обмена вследствие частичного или полного голодания и обезвоживания. При при прогрессинивании заболевания постепенно нарушается водно-солевой обмен, углеводный, жировой, белковый обмен в организме матери на фоне нарастающего обезвоживания, истощения и уменьшения массы тела. Изменения в органах беременной первоначально имеют функциональный характер. Затем, по мере нарастания обезвоживания и катаболических реакций, интоксикации недокисленными продуктами, переходит в дистрофические процессы в печени, почках и других органах, что имеет место при тяжелом токсикозе, при чрезмерной рвоте беременных. К токсикозам относят рвоту, которую наблюдается несколько раз в день, независимо от приема пищи, сопровождается снижением аппетита, изменением вкусовых и обонятельных ощущений, чувством слабости, уменьшением массы тела. Клиника рвота беременных следующая. Различает три степени рвоты. Легкая форма, умеренная рвота и чрезмерная рвота беременных. При легкой первой степени женщина, в общем-то, отмечает несколько раз, только от трех до четырех раз может отмечаться рвота. При этом общее состояние не меняется, артериальное давление, пульс бывают в пределах нормы, и эта рвота не подлежит лечению. При второй степени умеренной рвоте отмечается рвота от шести до десяти раз в сутки. Потеря массы тела отмечается больше трех килограмм за неделю. Несколько умеет место учащения пульса, снижение артериального давления. Может быть, у женщины слюнотечение, кетоацидоз, анемия, снижается диурез, и часто такие женщины страдают запорами. В моче появляется ацетон один или два креста. При третьей степени чрезмерной рвоте беременных уже состояние женщин ухудшается, оно становится тяжелым, кожа бывает сухая, тошнота, рвота отмечается. Причем надо отметить, что рвота отмечается до двадцати пяти раз в сутки. Женщина теряет массу тела до десяти процентов. Учащается у нее пульс. Артериальное давление снижается. Отмечается изменение в крови. И также в моче появляется ацетон уже три креста. Остаточный азот, мочевина, протеин урия, цилиндр урия также может наблюдаться. И диурез снижается. Это самая тяжелая рвота беременных. Называется она чрезмерная рвота. Как мы ставим диагноз рвоты? Диагностика не представляет затруднений и ставится на основе клинического обследования, общего анализа крови и мочи, а также ультразвукового исследования. Лечение рвоты заключается в следующем. Предлагается женщине диета, проводится лечебно-охранительный режим, назначаются противорводные препараты, а также можно назначить и немедикаментозные средства, такие как, например, психорефлексотерапия, электросон. Одновременно, особенно при чрезмерной рвоте беременных, назначаются инфузионные средства. В сутки 2-2,5 литра жидкости переливаются внутривенно капельной женщине, а также препараты, нормализующие метаболизм, витаминотерапия и другие. Надо отметить, что во многих случаях рвота лечится хорошо, но иногда не поддается она лечению, и тогда ставится вопрос о прерывании беременности. Какие показания имеются к экстренному прерыванию беременности? В тех случаях, когда у женщины нарастает слабость, аденомия, эйфория или бред, если имеет место тахикардии до 120 ударов в минуту, гипотензии до 80 мм трудного столба, отмечается у женщины желтошин с кожей и склер, боли в правом потребении, или снижается диурез меньше 300-400 мл в сутки, изменения в крови и моче появляются. И если чрезмерная рвота не поддается лечению, тогда уже ставится вопрос о прерывании беременности. Производится медикаментозный аборт. Но надо сказать, во всех остальных случаях, в большинстве случаев рвота поддается лечению. Таким образом, вы поняли, что рвота беременных представляет собой сложный процесс, имеет три степени тяжести и часто поддается лечению. Теперь мы остановимся на гипертензии беременных. Гипертензивное состояние при беременности – это синдром полиорганной и полисистемной функциональной недостаточности, которые развиваются во время беременности. Этот синдром обусловлен несоответствием возможностей адаптационных систем организма беременной потребностям развивающегося плода. Реализуется это несоответствие через перфузионно-диффузионную недостаточность плаценты различной степени выраженности. Патогенез гипертензии беременных заключается в том, что прежде всего наблюдается генерализованный спазм сосудов. И в первую очередь наблюдается изменение в сосудах матки. Это приводит к тому, что развивается гиповолемия, нарушаются реологические свойства крови, повреждается эндотелий сосудов матки, почек, печени, головного мозга. Затем может развиться синдром ДВС и полиорганная недостаточность, которая нечасто может приводит к смерти женщины. Какие факторы риска? Значит, гипертензивные состояния при беременности часто наблюдаются у женщин, которые имеют экстрагенитальные заболевания, при многоплодной беременности, в частности, при аутоиммунных заболеваниях, а также у беременных юных первородящих и у женщин старше 30 лет, 35 лет, у женщин с хроническими инфекциями и у тех, у которых имеется социальное неблагополучие. При этом надо отметить, что стресс очень влияет на развитие гистозов, рвота беременных, а также гипертензивных состояниях при беременности. Гипертензии, вызванные беременностью, являются одними из самых тяжелых и частых осложнений беременности. Частота их, по данным Всемирной организации здравоохранения, колеблется от 0,5 до 38% случаев. Перинатальная смертность наблюдается до 30 мили. Различают три типа артериальной гипертензии во время беременности. Первая – это артериальная гипертензия, индуцированная беременностью. Она подразделяется на две группы. Артериальная гипертензия без протеинурии называется гистационной гипертензией. И артериальная гипертензия с протеинурией называется она преэкламсией. Вторая группа – это хроническая артериальная гипертензия. То есть гипертензия, предшествующая до беременности. И третья группа – это экламсия. Для чего нам нужно знать эту классификацию? Тип гипертензии существенно влияет на тактику ведения беременности, во-первых. Во-вторых, на необходимость и интенсивность антигипертензивной терапии и на время родоразрешения. Гипертензия, индуцированная беременностью – это повышение артериального давления после 20 недель беременности. Повышение артериального давления во время беременности считается адаптивной реакцией организма и возникает в ответ на неадекватность перфузии различных отделов сосудистого русла беременной и жизненно важных органов. Критерием гипертензии, индуцированной беременности, является повышение диастолического давления выше 90 мм турного столба и повышение систолического артериального давления выше 140 мм турного столба при двукратном измерении в течение 4 часов. Особенно часто гипертензивные состояния при беременности наблюдаются при беременности, как мы уже с вами сказали, а также в тех случаях, когда имеются признаки, указывающие на недостаточное увеличение внутрисосудистого объема, то есть когда повышается гемоглобин выше 130 г на литров или повышение гематокрита 40 и более, если отсутствует физиологическое снижение диастолического артериального давления во втором триместре беременности. Вместе с тем, повышение систолического артериального давления на 30 мм турного столба от исходного, но не достигающего 140 мм турного столба и повышение диастолического артериального давления на 15 мм турного столба от исходного, но не достигающего 90 мм турного столба. А также внутриутробная задержка роста плода также является факторами риска. Группы высокого риска на гипертензивное состояние при беременности относятся женщины, имеющие хроническую артериальную гипертензию, хронические заболевания почек, сахарный диабет, возраст моложе 16 и старше 35 лет, а также в тех случаях, когда у женщин была при предыдущих родах тяжелая прекламсия, это называется повторный кистос, или же многоплодная беременность. При подтверждении гипертензивных состояний рекомендуется постельный режим в положении на левом боку на 1-2 часа после каждого приема пищи. Гипертензивная терапия показана только в тех случаях, когда диастолическое артериальное давление превышает 110 мм турного столба и начинает реально угрожать матери, то есть угрожающий уровень артериального давления выше 160 на 110, или среднее артериальное давление выше 125 мм турного столба. Это лечение наблюдается в тех случаях, когда имеет место при экламсии, когда не подтверждается при экламсии, то есть при гистационной гипертензии. Если присоединяется протеин урия, то такая гипертензия будет называться при экламсии. При экламсии – это артериальная гипертензия плюс протеин урия во второй половине беременности после 20 недель. Основными клиническими проявлениями при экламсии являются три основных симптома. Первая – это гипертензия, вторая – протеин урия и третья – отеки. Диагностические критерии следующие. По рекомендации ВОЗ предлагают подразделять две формы при экламсии – легкую и тяжелую. Легкая при экламсии – это дважды отмеченный подъем диастолического артериального давления свыше 90 до 110 мм толпного столба в течение 4 часов с протеин урией свыше 0,3 г л до 1 г на литр. Тяжелая при экламсии – это подъем диастолического давления свыше 110 мм толпного столба плюс протеин урия выше 1 г на литр. Или когда к легкой при экламсии присоединяется любой из признаков, угрожающей экламсии. Какие признаки, угрожающие экламсии? Или их по-другому называют сигнальными симптомами, которые должен знать каждый врач. Это внезапное изменение эмоционального состояния беременной женщины, внезапное и очень высокое артериальное давление, гиперрефлексия, острая головная боль часто усиливается и не купируется анальгетиками и нарушение зрения. Кроме того, женщина будет жаловаться на олигоурии, то есть выделяется моча свыше, то есть меньше 400 мл за 24 часа. Основными симптомами сигнальными являются также боли в подложечной области или в правом квадрате печени, желтушность кожных покровов, внезапные отеки, особенно в области поясницы и лица, повышение ферментов печени в крови, тромбоцитопения и изменение в свертывающей системе крови. Вот если мы увидим эти признаки своевременно и своевременно госпитализируем женщину в стационар, то никаких осложнений может и не быть. Но в тех случаях, когда мы не отмечаем эти признаки, то преэклампсии тяжелой степени может перейти в эклампсию. Какие принципы лечения преэклампсии? Это гипотензивная терапия и магнезиальная терапия. Сернокислая магнезия, вы знаете, обладает легким наркотическим, транквилизирующим действием, диуретическим, гипотензивным и противосудорожным средством, а также спазмолитическим эффектом и снижает внутричерепное давление. Но в первую очередь это противосудорожные препараты. Принципы лечения заключаются в следующем. Это максимальная суточная доза сернокислой магнезии 24 грамма. Это составляет 96 мл, 25% раствора магния сульфата. Очень важно обратить внимание на то, чтобы не было передозировки. При передозировке необходимо прекратить введение сульфата магния и ввести антидот 10 мг хлористого кальция. Кроме этого, назначается седативная терапия, гипотопротекторы и диуретики усугубляют гиповолимию, поэтому они должны применяться только при осложненных формах тяжелой преэклампсии. В других случаях их назначать нельзя. А также нужно проводить профилактику дистресс-синдрома плода. Для этого назначается дексаметазон по 12 мг через 12 часов. И этот препарат назначается при недоношенной беременности в тех случаях, когда мы хотим продоразрешать женщину. Тяжелая преэклампсия может осложниться эклампсией, хелп-синдромом или может встречаться также острая жировая гипотоза беременна. Эклампсия – это то же самое, что и преэклампсии тяжелой степени, но к этому еще прибавляются судороги, появляются тоникоклонические судороги, которые ассоциируются с преэклампсией. Это нередко бывает также бессудорожная форма эклампсии. Типичный приступ судорог продолжается 1-2 минуты и слагается из 4 стадий. Это предсудорожная, стадия тонических судорог, стадия клонических судорог и стадия разрешения. Эклампсия опасна тем, что может привести и к смерти женщин. В результате кровоизлияния в мозг, тяжелой дыхательной недостаточности, сердечной недостаточности, могут быть послеродовые кровотечения с развитием ДВС-синдрома или развиться острая почечная недостаточность. Самое грозное осложнение, которое наблюдается при эклампсии, это преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. В некоторых случаях могут развиться септические, гнойно-септические заболевания. Диагноз ставится на основе жалоб и анамнеза. Проводятся общие клинические обследования, а также лабораторные обследования. И необязательно рекомендуется осмотр снежных специалистов, окулиста, терапевта, невропатолога. Вместе с тем рекомендуется также дополнительные методы исследования, такие как ультразвуковые, кардиотокография и также доплерометрия. Введение беременных с преэклампсией легкой степени заключается в следующем. Необходима госпитализация для уточнения диагноза. При подтверждении преэклампсии легкой степени лечение не требуется, не рекомендуется только тщательное наблюдение. Амбулаторное наблюдение при условии, если есть возможность, в любое время обратиться за медицинской помощью. Родоразрешение, надо сказать, является единственным эффективным методом лечения тяжелой преэклампсии. Женщин с тяжелой преэклампсией рекомендуется госпитализировать в учреждении третьего уровня. При тяжелой преэклампсии роды должны произойти в пределах 12-48 часов с момента установления диагноза. И надо отметить, что роды через естественные родовые пути предпочтительнее операции кесарево-сечения. Какая же неотложная помощь оказывается при тяжелой преэклампсии? В первую очередь нужно ввести сульфат магния. Существует нагрузочная доза и поддерживающая доза. Нагрузочная доза – это 20 мл 25% раствора сульфата магния или 5 г сухого вещества вводится внутривенно медленно в течение 10-15 минут. Затем продолжается поддерживающая доза сульфата магния. Это 1-2 г сухого вещества в течение 1 часа при помощи инфузомата или к 320 мл физиологического раствора добавляется 80 мл 25% раствора сульфата магния. Рекомендуется внутривенное введение в течение 12-24 часов. Даже если роды не закончились, продолжать. Субтитры создавал DimaTorzok